Мы почти накатались, а тут приехал дириген Всем привет, с вами Авто МПС, я Игорь Сирин и у меня автомобиль, которого я лично ждал очень долго Это Kia Stinger, не слишком дорогой, по цене до 2 миллионов рублей за базовые версии Достаточно мощный, от 200 до 370 лошадиных сил И при этом интересный, яркий, драйверский, ну, не знаю, помните, Mazda 6 первого поколения, Honda Accord Мы были молодыми, мы носились на этих машинах, хотя вроде бы это были обычные семейные, там, либо седаны, либо хэтчбеки Этот примерно такой же, то есть у него нормальный пятидверный кузов, это лифтбэк, то есть у него большой багажник, можно сидеть сзади Но при этом, ну, посмотрите на внешность, BMW плачет в сторонке, Audi просто продолжает есть свои сосиски разной длины Мерседес, не, Мерседес, он остается Мерседесом, он по-прежнему красивый, он стильный, но Stinger точно можно поставить рядом с ними Хотя я разговаривал с Audi, я спрашивал у них четверку в качестве конкурента И мне ответили, что у Audi A4 и у Kia Stinger совершенно разные целевые аудитории Хотя на самом деле хороший A4 сейчас стоит 2,5 миллиона, Stinger за 2,5 миллиона тоже можно купить Но у меня автомобиль подороже, это максимальная версия GT, не с двухлитровым турбомотором, а 3,3 с двумя турбонагнетателями В S6, 370 лошадиных сил, разумеется, полный привод, тормоза Brembo спереди, четырехпоршневые, ну и, конечно, красивый, яркий, эффектный автомобиль Поехали, выясним, можно ли корейца сравнивать с премиальными немцами Итак, Kia Stinger в спорт У коробки нет ничего, просто драйв, либо не драйв Все, старт с двух педалей Сейчас, один момент, надо не забыть выключить противопробоксовочную систему, а то она совсем плохо стартует Тормоз, газ, две тысячи Оборотов пошли Оп, вторая, третья Ну, вы видели, 100 км в час достигается на третьей передаче, то есть, два переключения Старт, честно говоря, ну, это не лонч в традиционном понимании То есть, вот сказать, что он тебя прибивает к подголовнику, нет По ощущениям, наверное, ну, не 4,9, но, может быть, 5,5-6 секунд она едет Но эта динамика уже после старта, то есть, первые 15-20 км в час набираются достаточно плавно Дальше, да, она везет, то есть, если бы была дисциплина от 30 до 150 Вот тут бы Stinger, особенно с таким мотором, дал Снизу, ну, коробка, увы, корейская Вот, ну, нет того ощущения, что вот прям, вот как, не знаю, как бывает на Audi с DSG, с мокрыми, там, мощные машины какие-нибудь, там Вот здесь этого нет Да, и чуть не забыл сказать, тормозов мало То есть, вот у нас не очень большая площадка, я разгоняюсь где-то до 105-108 км в час Мне приходится достаточно интенсивно тормозить Не в пол, но так, уже на, не знаю, на 2 трети, на 3 четверти хода И нажимаешь на тормоз, педаль тяжелая И кажется, что сейчас ничего не будет Мне повезло, у меня самая мощная версия Kia Stinger 3.3, два турбонагнетателя нормального размера улитки Алюминиевые распорки Сам кузов стальной, но многие навесные элементы, например, капот, его слышно, он алюминиевый Сам двигатель тоже алюминиевый, с непосредственным впрыском топлива со всеми наворотами Но при этом способный работать на 92-м бензине Кроме него есть двухлитровый турбомотор Мощностью либо 199, либо 247 лошадиных сил По сути, один и тот же мотор Разной степени форсировки Есть версии с задним приводом, есть версии с полным приводом Топовый GT Только с мощным мотором и только с полным приводом Ну что ж, попробуем Каждый раз приходится поворачивать крутилку Либо в спорт, либо в кастом В кастом у меня просто все в спорте Все, так проще Но каждый раз, когда вы выключаете двигатель Автомобиль сам переходит в комфортный режим Если его оставить, кстати, в режиме эко, то там он и останется То есть, получается, что Stinger как бы говорит, что Нет, в спорте я жить постоянно не хочу Но зачем тогда тебе обрезанный руль Шильдик GT Алюминиевая отделка Да красивый автомобиль, интересный ESP Раз, два Поехали У нас стоит трасса Наверное, насколько Пошли Ох Ну, хорошо В начале чуть, может быть, слабовато О, он даже У меня вторая передача Не стоит Лепестки Ну и как-то так, с большой задержкой. Но он может. Ух, и даже в спортивном режиме он зависает на передаче. Он зависает на выбранной передаче. Наверное, это даже правильно. Но переходы от скольжения мордой к скольжению жопой очень-очень такие неправильные. Коробка чуть-чуть опаздывает. Коробка немножко опаздывает при щелчках. То есть ты нажал, а она через секунду-полторы тебе ответила. Ну и он мордой, 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 мордой. То есть жопу он закинет только... Только тогда, когда вы его об этом особенно отдельно попросите. Не хочет он находить общего языка с водителем. Получается, что вроде бы он сначала повернул, но зад не закидывает. И уже в последний момент, когда-то почти распрямил руль, чувствуется, что он пытается довернуться. Но между двумя этими моментами пропасть. То есть электроники не доверяют. Водителю вроде бы спорт, вроде бы мощный мотор. Она вроде бы отключена, она обязана буксовать. Но она все равно говорит, нет, чувак, давай как-нибудь мы попробуем без этого. При выключении зажигания сиденье отъезжает назад. Руль вверх, ну как, не знаю, как в представительском автомобиле. И посмотрите, сколько здесь электрорегулировок. Ну то есть вверх-вниз, вперед-назад, все нормально. Поясничный упор вперед-назад, вверх-вниз. А кроме того, вот это маленькое колечко регулирует боковую поддержку. Причем в самом плотном положении, даже мне, откровенно худому человеку, становится тесновато. То есть если задвинуть валики до упора, они меня еще и поджимают. Ну а соответственно для людей покрупнее, можно как-то их развернуть. Задняя дверь длинная, очень удобно. Хорошо садится, но единственное, при выходе из автомобиля есть риск удариться. Головой мягкая, стойка, обшитая алькантарой. Но она прям совсем близко. Да, собственно, и сама крыша близко. То есть вот при росте метр восемьдесят, смотрите, до переднего сиденья место с огромным запасом. Кресло низковато установлено. То есть даже в легких летних кроссовках ноги не помещаются под сиденье. Но длины хватает. Над головой нет. Есть, ну это не климат-контроль, но есть круглые красивые воздуховоды. Можно регулировать температуру просто потеплее, похолоднее. Розеточка на 12 вольт и есть даже один USB разъем. Это здорово. Есть центральный подлокотничек. А кроме того, сиденье, разумеется, можно сложить. Очень приятная и мягкая обивка. Пол без ступеньки, неровный. Но для такого автомобиля это вполне простительно. Пошли на поводу у европейцев. Сделали большую машину, но по высоте сделали... И без крыши. Ну то есть, да, конечно, видимо, а версии без люка нет, не существует. Нет, но если ты хочешь мотор 3.3, то люк в подарок. Мы почти накатались, и тут приехал дядя Гена. А версия? Это самая мощная, самая ядреная. Вот 3.3, 2 тонн. Так, это полный привод и 370 лошадиных сил. А сколько на передней силе? У нее постоянный задний, а морда подключается, насколько докинет. Говорит, что не больше 50%. Эхроники не хватает, конечно. Есть лепестки, наверное. Причем лепестки настоящие. То есть, если ты включил вторую, то это будет вторая. Всегда. Всегда. В спортивном режиме всегда. А почему? Ты включил в третью. Да, включил. Не мог задеть? Нет. Нет, включается. Она всего включает, да. Я пробовал на первую, у меня первая держалась. Может быть, есть какой-то режим, когда можно ее зафиксировать, может быть. Но она включает. Когда ее... Когда ее... Может, она перегревается. Коробка, у меня на первую упиралась в ограничитель и первая держалась. Хорошо, мотора. Но нужна... Здесь нужен робот хороший какой-нибудь. Вот такой прям острый. Либо... Либо ухранит. Да, у нас это просто автомат. Обычный, гидромеханический. Восьми стеренформатом, да? Да, да, да. Мне кажется, что тормоза вот как-то на грани. То есть, они именно срабатывают как-то. Вот первый момент. Кажется, что их может не быть. Почему? Как это тяжелая педаль. А, ну, здесь просто, видимо, парни из Кореи не доработали АБС. То есть, здесь АБС не гоночный. То есть, получается, много мотора. Хорошей подвески достаточно для такой машины. Прямо она хорошо. То есть, есть обратная связь четкая от дороги. Но при этом тормоза, как вот просто на автомобиле. То есть, это не... А и Брэмбовский, 4 по 4... Нет, я имею в виду, извини, пожалуйста, не тормоза, а... Коробка? АБС. А, АБС. Да. АБС срабатывает как, ну, на гражданской машине. А она не совсем гражданская. Дисигант такой симпатичный. Да. А на денег будет стоить типа 3,5? Нет. Вот эта машина 3200, но это потолок. Начинается от 1 900 000. С двухлитровым мотором. 207. Очень хорошо подгружается она вот. Вот когда совсем чуть-чуть надо. Но, конечно, долго. То есть, по моим ощущениям. Долго почему? Сейчас я левой ногой потормаживаю, понимая, что гидротрансформатор не любит обе нажатых педали. Я полностью отпускаю газ. Чуть потормаживаю. Вот она, подгрузочка пошла. Дальше я открываю газ. Долго. И можно сходить кофе попить. И вот тут вот как раз... У нее то же самое при старте. Вот попробуй просто с места, с двух педалей. Ты думаешь, сейчас я пыльну. Короче, здесь надо что? Здесь надо гоночный АБС. Гоночный, чтобы он там где-то там работал. Вот прям совсем на всякий случай. Желателен робот. Ну, типа... Типа... Типа ДСГ. Типа ДСГ, да. Типа ДСГ. Робот нужен. И желательно газ постричь еще, наверное. И механический фидельгаз. Нет, я на самом деле... Да, смотри. То есть, видишь, не так много клуба передней оси. Потому что на этом автомобиле, вот когда на него смотришь визуально, вот такое ощущение, что он, по идее, должен быть таким, ну, достаточно базовым современным автомобилем. В плане, если что-то уже начинается, то начинается с морды. То есть, стабильная задняя ось, но при этом перебор скорости приводит к... Ну, такому... Сносу, да. По стандартному, да, стандартному, банальному слову передней оси. Но здесь морда проблуживает очень корректно, совсем чуть-чуть. И все это, видишь, вот, смотри, вот те самые корректировки. То есть, если я сейчас буду держать, смотри, радиус не задал. То есть, я, по сути дела, автомобиль теряю. А если я занимаюсь корректировками передней оси, ну, здесь, к сожалению, на автомате подгружать переднюю ось – это целая история. Плюс, видишь, ABS срабатывает высоко, поэтому получается, что подгружая левой ногой, я практически сразу увожу тормозную систему в режим вот-вот включится ABS, и все. И тогда она стабилизируется. Да, собственно говоря, главная задача ABS в чем? Стабилизировать автомобиль максимально быстро, и все, и весь драйв закончится. Ну, соответственно, я бы здесь, конечно, сделал ABS-ку, включение ABS-ки гораздо позже. Ну, потому что на асфальте сейчас и колеса, и асфальт, все теплое, все такое классное. Держака много, соответственно, хотелось бы, чтобы в таком режиме ABS срабатывал где-то там. Вот прям, вот как на моем мини-купере GP. То есть уже совсем поздно, уже когда... На Moscow Raceway там со 190 тормозишь, вот если чуть не попадаешь, можно дожать, да? Ну, так, чтобы совсем уж страшно не было. Ну, я все-таки старый, могу себе позволить где-то испугаться, да? Уже отвагой никого не удивишь, там, и так далее. Вот, то есть вот здесь хотелось бы, чтобы ABS позже срабатывало, потому что хочется, очень хочется педаль тормоза сделать одним из механизмов управления автомобилем, именно активного управления. Вот, но с тормозом этого нет. То есть, грубо говоря, драйв на автомобиле существует до момента, пока не нужно пользоваться тормозом. Именно тормозом как корректировочным. Не как гашение скорости, а как корректировать, там, подгрузить переднюю ось, перед какой-то перекладкой или еще чем-то. То есть вот этого не хватает. Не хватает круглости в руле. Ну, это моя болезнь. Я не люблю квадратные рули, вот не привык. Вот, ну, особо не мешает, потому что рейка достаточно, по крайней мере, показалась. Рейка короткая, да? А, ну все. Она специально для GT укорочена. Именно вот для мотора. Ну, это правильно сделали. Это правильно сделали, ее достаточно. И здесь что-то есть немножко от Mitsubishi Lancer Revolution. В плане остроты руления очень хорошо. Вот, при том, что интересно, а сколько она весит? Ну, нормально, там, то на 600, то на 700. А, не, ну, вполне, вполне адекватно. Потому что нет ощущения перетяжеленности ни переда, ни зада. Хотя перед, вот сейчас вот я смотрю на передний капот, конечно, ощущение, что он куда-то там бесконечно длится еще. В длине, как трешка Гран-туризма. Ну, это самое, если говорить обо мне, как о юзателе автомобиле, вот, нужен мне седан, к примеру, наверное, за 3 ляма я бы плюнул на конкурентов в Германии. 2 тонны весит, правда. Да, ну, она тяжелее должна быть, потому что он здесь, 2 тонны. Вот, я бы, наверное, купил. Смотри, вот, сзади, вообще, как сзади, смотри, как нам стоит. Над головой. Да, мне важно, это то, что мне над головой нет места. Травмирована спина? Не, я к тому, что я помещусь сто пудов, потому что сидение очень глубокое. Попробуй, я не помещаюсь. Да ладно. Ну, вот ты сядешь, и у тебя крыша ляжет на голову. Ну, ляжет, может быть, и ляжет, но она у меня сейчас, вот, я упираю. Сейчас-то я, в принципе, вот так сижу. Посмотри, за эти же деньги, за вот 3 200, можно купить трешку BMW 340-ю. Ну, базовую, но трехлитровую, 326 сил. Кого в Москве удивишь трешкой боевую? Не, 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 я бы купил. Но, вот, ну, BMW тоже 3 литра. Да, для меня BMW закончились где-то в 46-м кузове. Я думал, в 46-м году. Слушай, задний привод это самая подходящая история. Но вот здесь же, он же как бы задний, но как тебе привод? Ну, скажем, от такого длинного, большого автомобиля как раз ожидаешь больше задней приводности, поэтому здесь, ну, как бы ожидания оправданы. А это уже немало в наше время, да? То есть, может быть, ничего удивительного в плане передачи момента, но как раз вот то самое, что хочется, и вот нам получить. В принципе, я покатался, наверное, чего мучить ее? Колес-то они не бесконечны. Да? Да. Несмотря на корейское происхождение, нарисован Stinger в Германии, в европейской дизайн-студии Kia, под руководством Питера Шрайера и других дизайнеров, которых также корейцы сманили из Европы. И в том числе Люка Данкервольке, который до прихода в концерн Hyundai Kia работал на Bentley. И посмотрите внимательно, вот так вот мысленно, раз, вот так вот, такие перемычечки. Ну, может быть, тюнг-катрие какие-нибудь додумаются. Это же будет BMW. Вот так вот, раз, и вот тут такую перемычку. А здесь, ну, в цвет кузова, либо какую-то хромированную вставку. И все, и это будет BMW. Фары сначала мне не очень нравились, казалось, что они как-то вот избыточные. Но это же настоящая Италия. То есть вот эта линия, переходящая в воздухозаборник, который ведет свежий воздух к тормозам, диодики. Но вот если бы это было Alfa Romeo, то мы бы сейчас с вами пищали сзади. То же самое, красивые красные длинные линии. Но это либо Италия, либо Франция. Это 100% не Корея. Красивые спортивные прорези на капоте. Здорово выглядит, не правда ли, да? На ярко-синем автомобиле черный, с хромированными вставками. Шик! Не давайте никому подходить к ним близко, потому что на самом деле это чистой воды бутафори, они глухие. То есть вот тут такая линия. И кажется, вот здесь должны бы быть отверстия. Но их, сволочь, нету. Это просто красивая эффектная заглушка. Хотя вот эти жабры на крыльях, они уже настоящие. Видите, оттуда что-то вытекает, выливается. Это вентиляция тормозов. Вот с ними все хорошо, настоящие. А вот эти решетки бутафория. Сказать, что корейцы побили большую немецкую тройку? Ну, наверное, нет. Мне нравится, как выглядит Stinger. В статике, наверное, даже чуть хуже, чем в динамике. Красивейший автомобиль. Поставить с ним Porsche Panamera? Нет. Audi A7, Mercedes CLS, пятерка 3GT, 5GT. Ну, лоска. Вот какое-то... Это неуловимое что-то, но этого пока у корейцев нет. Они хорошо учатся. У них есть очень интересный бренд Genesis. Они идут по этому пути, но уже сейчас сказать, что Kia дофинулась, например, до уровня Skoda, и это очень достойный конкурент Superbo не по размерам салона, а именно по статусу. Вполне. То есть сейчас это интересный драйверский автомобиль для человека, который не гонится за дорогим брендом. С вами был блог Авто МПС. Я Игорь Силин. Хорошего дня. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова